доброе утро друзья сегодня суббота я уже с четырех часов ночью в пути еду в курс короче рейс у меня на курск уже около десяти я где-то буду грубо говоря через час там с хвостиком то есть где-то к 11 выстрелил очередной дальнебойчик такой сейчас в 11 приезжая выгружаюсь и сразу обратно то что в курс курские еду в курске особо нечего ловить тем более в субботу кто смотрел канал и так далее знает что я или помнят что я жил когда-то в курске сейчас вот еду думаю я уехал в 2010 а сейчас 2012 уже 12 уже 13 год короче как я там не живу такие воспоминания вот сейчас как будто это было вот как бы месяц там или пару месяцев назад то есть вот такая вот ситуация так вот конечно спать хочется я собирался выехать часов 6 7 утра что-то лег услуг на пару часиков потом проснулся раньше времени лежал 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 думаю ну спать что-то них не хочется думаю поеду я и 4 часа поехал то есть думал буду где-то в 12 час может двум сейчас буду к 11 то есть выехал пораньше буду пораньше вчера загрузился что я вчера вечером загрузился приехал переночевал так и сегодня вот ночью поехал ладно короче давайте посмотрим на курс что там как там я не так давно тоже был но все равно поехали так ребят вот и курск подъезжаю подъезжаю что-то место выгрузки 12 километров правда еще по городу надо прокатиться но сам курск вот знакомые места влют 12 лет назад я тут жил жил я тут где-то три года портрис хвостик как-то так уже считать 3 года прожил это в принципе как оно было так оно до сих пор и осталось но много чего тут курске изменилось даже ролики есть на канале когда это год назад или сколько приезжал сюда ездил смотрел том где я жил так далее будут слева слева брау к и вот это мойки самообслуживание не было конечно и тут было вала машин может может закрыта можно вроде и нет неизвестно вот этот торговый центр какой-то или это автосалон suzuki или что-то или сервисный центр тойота suzuki японцы и китайцы и корейцы что такое ладно впереди вон аллея славы сейчас уже снят забор последний раз когда я тут был тут было еще ограждено забором строительным и велись какие-то работы мне вот куда-то он туда надо и вот скажу я не помню уже 12 лет прошло я туда вот открыли метро и мне кажется до метро было это такая тупиковая дорога или что а сейчас туда и частный сектор появился и какие-то районы короче вот этот дает этот это был еще с тех времен стоит и заправка это было точно помню газовая пропантов не помню ну наверно газовая ну не помню я тут фуры были я тут газом не заправлялся газели тут не было были фуры и вот там впереди вот замрэва была у меня стоянка вот там я стоял и вот сюда довольно часто ездил только была дорога такая узкая и меня была там стоянка и после стоянки грубо говоря как поле а сейчас туда дальше там уже настроили многоэтажек новых современных и этот ну и там уже такой большой район что уже просто обалдеть можно а вот сюда вот при мне еще открыли метро это уже было они даже при мне строили его потом открыли мы даже кое-что какие-то ссати или откуда я не помню или тут диспетчера давали мне какие-то заказы бы с москвы сердце возили сюда в метро вроде как этой дороге который мы сейчас едем вот этой мне кажется ее не был но она была до метра подстанция электро сейчас доедем до метро и скажу а вот когда где-то метро вот синие появляется впереди а вот этого не помню вот эти дома мне кажется хочет что подстанция то скорее всего было вот этого всего новые новые домики и так далее мне кажется тут поля были вот вот мы тоже мэтра которая вот она и мне кажется вот сюда был край вот этих домов которые вот трехэтажные или какие они их точно их не было тут еще один район появился и про тот район который вон он там многоэтажки стоят его вообще не было там были поля вот когда я улетал этого тоже не было он даже свежий мне кажется еще никто не живет вообще а вот эта дорога которая после мэтра вот кто может курс смотрит так вот сориентируйте правильно я говорю неправильно то что мне такое ощущение что ее не было это к это новая новая дорога или были я вообще может три года жил тут и никогда по ней не ездил говорю что для меня это какая-то новая дорога она так вот каким-то по лесам по полям по промзонам и выходит на другой на другую часть курска не помню районку это 6 дорожный или как он там называется вот этого не помню ладно короче давайте подъезжаем на выгрузку сейчас я позвоню людям скажу что уже через минут 15 я уже туда приеду то что мне осталось 10 километров там чуть по городу по светофорам надо потолкаться как раз заранее предупрежу выгружаясь и посмотрим что будет делать дальше короче ребят выгрузился этот короче к этому клиенту которым или от этого клиента который ездил я привез там какую-то часть товара с москвы еще к эта часть товара должна была идти куда-то то ли с юга то ли откуда не знаю и машина шла со стороны воронежа в курск и он не доезжая вот 71 километр вот я как раз выезжая с курска с курска вот воронеж кто видит вот это вот тут он сломался короче и клиент меня попросил поехать просто перегрузить вернуться к отдать этим клиентам еще ну то есть вторую ходку это раз по камера камера за так это раз так тут позже или что да тут есть гаишники сейчас 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 проедем было туда выезд тут ремонт курики ремонт дорог какой-то так ладно не хотел камера перед гаишниками кто сейчас прицепится что за из с использованием рук там электроприборы чтобы еще штрафы не писали ладно короче вот я еду сейчас туда к машине снимать наверно там саму перегрузку и так далее не буду мы быстро перекинемся потому что там и проблемы у человека еще сниматься не думаю что он сильно будет рад этому круче еду я туда перегружаться и туда обратно сюда где я выгружался потом еще будет у меня вторая точка это где-то в сторону курчатого кто знает курск но там прямиться на диаконова куда-то туда то есть я тех район не знаю потому что я именно в прямиться на был прописан у них а регистрация была в прямиться опять все края может поснимает тоже ну короче еду сейчас перегружая связу сюда а потом еще что-то там какую-то часть сюда какую-то часть туда на вторую точку короче такие вот дела короче короче летим туда все погнали ехать мне к этому водителю час так ребят вот я подъезжаю где-то вот уже тут навигаторе и он сказал где-то остановка и он прямо на остановке стоит белый пыжик должен быть вот он стоит стоит короче ну что ребят вон в зеркале кто видит пыжик белый тоже цельнометаллический вот он остался сзади я поехал перегрузились 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 я забрал вот это что надо отвести его не цеплял потому что во первых у меня у газели нету куда цеплять то есть сзади вот этого фаркопа или как там нету который зацепить буксир можно только не знаю за серьгу на рессоре это у меня серьга под бампером и это но это одно другое что парень он так и в москве короче я эту машину знаю он так и в москве крутится за машиной ухаживает но вот такая вот беда случилась как машина вроде нормально ухоженная и так далее вот сейчас он сказал уже на подъезде проехал перегружать он заказал позвонил знакомых кто что он тут вот ему в принципе он не курский а он железногорский если кто знает тут недалеко на курская область как бы за курска я позвонил своим друзьям товарищем и они тоже где-то на подъезде на какой-то легковой или на джип или что там они его потянут прямо туда короче или он думает может быть до курска а потом в этот эвакуатор или что ну короче будут смотреть как там будут ехать по ходу движения там едет легковая и конечно груженным его как бы легковая не возьмет пустой я думаю потянет все нормально и либо сразу железногорск либо до курска а дальше на эвакуаторе туда в железногорск там у него потом дома как говорится и стены греют то есть и мастера и все там машину сделают вот хочу воспользоваться таким вот моментом который вот этим случаем который случилось с поломкой конечно парня жалко сейчас попал не попал еще непонятно на что потому что как говорит что ничего не предвещало бы беды ехал ехал и тут как-то как хлопок какой-то бах типа и чё-то что-то как посыпалось потом начал пошел дым но турбина наверно полетела подшипник там или что разлетелся не пищала ничего говорит нормально ехал ехал и резко так пах и все потом пошел дым тяга пропала потом после этого двигатель еще устойчиво работал но но без тяги но начал троить а потом вообще пока он останавливался вообще заглох то есть ну как бы для моего понимания что такое может быть это ну сломалась турбина понятно там погнала масло вот эти осколки с маслом могут могли попасть куда-то не дай бог в двигатель вот эти всякие подшипники шарики там всякие ну как если она аж пахнула разлетелась там внутри то есть может быть только турбина а может быть еще надо перебрать двигатель он говорит я после этого как двигатель заглох я даже не заводил не пробовал них но не ходит не хочет рисковать сейчас сразу его туда куда-то в сервис и там будут смотреть еще главное чтобы хорошо посмотрели потому что масло менять надо то ну по-любому мне кажется надо снять еще поддон на всякий случай то что оно могло пойти в поддон и надеяться что оно куда-то там кита мелкая мелкие стружки или еще нибудь не за из-за не затянуло через насос туда ну правда должен фильтр хотя бы словить ну короче можно влететь вплоть до капиталки или как-то перебрать двигатель то есть такая вот хрень случилось ну попаду надеемся что обойдется по минимуму только турбина там масло заменить и все такое и и все и все будет нормально это вот есть большая надежда на вот это правда сколько стоит турбина кто знает на боксер я думаю ну порядка 30 40 тысяч наверно по-любому стоит если не больше так что кто знает напишите вот и хочу воспользоваться случаем для тех кому это интересно или потому что довольно часто поступает регулярно комментарии такие вот как вот был вот буквально вчера позавчера но они на протяжении всего всей моему всего всей жизни моего канала регулярно поступают такие комментарии типа посоветуйте что взять газель но о ней плохие типа отзывы либо лучше взять какой-то там mercedes принтер либо прыжок боксер и так далее один из комментарий прикреплю посмотрите я во-первых езжу все время на газелях и вот эти ремонты которые там турбина 40 30 там сколько 60 тысяч там или сколько говорю напишите в комментарии сколько стоит турбина кто сталкивался и знает и это я вот это не люблю то что например если брать газель то там как бы цифры какие-то на порядок меньше то есть там 57 тысяч но не 30 40 там 70 и так далее это раз второе я скажу что мы работаем у меня транспортная и работают разные машины разные машины большинство газелей есть и пежо и и спринтеры и все есть поэтому если обобщить вот так вот все вместе то я вам скажу так что газели вот так ломается на дорогах не чаще чем все остальные то есть какая-то в какой-то не одной паре то есть кто-то то на и века стал где-то то на mercedes спринтере стал где-то то на газели и так не так что кто-то ездит на газели и постоянно ломается где-то стоит на трассах а кто-то ездит там на боксере или на спринтере и нигде ничего не ломается то есть никогда ничего не бывает вот просто явный такой вот пример пежо боксер стал на дороге перегрузка сейчас эвакуация и все остальное то есть понимаете это тоже наверно к это денежка скорее всего и у квадции и так далее плюс ремонт вот так ладно короче мы едем дальше что-то мы сегодня пол области курской обколесили то есть уже сюда в сторону воронеже сейчас опять курск одна точка а вторая . это в сторону курчатова прямицына курчатова там как короче посмотрим я не помню просто я где-то в прямицинском в прямицинском районе это моя самая первая регистрация была в россии то есть я там те края деревня у меня была от до его ну короче подпозже все расскажу если я буду те края проезжать еще и покажу так что смотрите едем сейчас на выгрузку номер один потом на выгрузку номер два потом в сторону москвы погнали так что ребят короче я выгрузил первую точку сейчас выезжаю на вторую точку ехать я уже еду минут пять сейчас еще осталось 51 минута ехать в общем было 56 то есть или 57 ну короче час езды я сейчас нахожусь в курске район железнодорожный или как там что-то такое вот тут железнодорожный вокзал у меня что-то выше было уже за 12 лет сколько какие районы там я знаю что северо-запад есть где я жил это я точно запомнил центр там и что-то уже и подзабылась короче вот так вот ну короче еду туда и вторая точка у меня не в курске самом под курчатовом даже можно сказать между курском и курчатовом это сейчас покажу на на карте вот такой вот маршрут мне надо проделать вот видите вот курчатов тут курчатов вот тут курск а мне между ними а это примицы на район примицы на поселок дяканова то есть я там примицынский район поселок дякова но как-то я там короче самая первая регистрация в россии была там короче так что поеду в те края я там правда не жил только был зарегистрирован у меня там даже в деревне был свой дешевый дешевый домик купили для регистрации короче так вот потом потом тоже продали за три копейки может кому надо потому что там такой домик был что в нем в нем находиться было страшно он мог в любую секунду развалиться ну регистрироваться можно было поэтому взяли за три копейки сделали регистрацию и продали такая что даже не помню что это такое кто местный напишите или это какое-то кольцо было оно не было и что-то вот его вообще не помню напомню что я уехал отсюда в 2010 году сейчас в 2022 то есть все могло так измениться что до неузнаваемости сейчас москва так изменилась за 10 лет что старые карты уже не актуальны потому что там уже все попеределывали и повороты и развороты и стакады и все остальное сейчас едем туда а там буду проезжать знакомые места поснимаю расскажу еду ребята по центру Курска тут какая-то как старый центр а там я там не снимал там более свежий центр это улица Держинского вот тут старенькие домики не знаю каких годов но наверно очень старенькие и банки вот это все торговый центр кстати внизу был торговый центр этого комика как он Льва Лещенко друг как он вспомню скажу а там будем проезжать покажу где родился и ну первое время жил Александр Поветкин боксер насколько я помню маршрутные автобусы в Курске правда вот такие пазики помню да из колесил бывало тут вот ВТБ банк вот этот которым я брал фуру в кредит в этом банке так едешь и вспоминаешь что где тут торговый центр Европа мне кажется его тут не было раньше что-то Европа как продуктовый там на северо-западе где я жил там был торговый центр Европа ну как вот но они и росли и росли вот такая вот площадь небольшая но там в центре там еще есть одна площадь вот самое это так еще не не час чуть попозже чуть попозже я тут за 12 лет я говорю я жил всего тут года три там плюс-минус там чуть-чуть ну года три жил и это и когда жил уже что-то изучил потихоньку а сейчас прошло 12 лет и я вот подзабыл направо сюда тоже центральный это уже выезд в сторону по прямой в сторону кольцевой вроде дороги и на авторынок туда выходит это 50 лет октября улица тоже считается как центральная а вот сейчас будет там до упора едем тут еще метров 300 или сколько и будет главное уходить налево и второстепенное направо или прямо ну короче там это и там в этих там частный сектор солнце светит как раз нам навстречу и там вот родился и вырос по ветки ну это я лично его не видел а как ребята говорили что там сейчас покажу подъедем поближе озон там и так далее то есть так как в любом городе озон и все остальное когда я был то конечно такого ничего не было ни ПЭКа ни ОЗОН что он в Москве ПЭК был а в Курске ПЭКа не было ну вот на этом центр тут заканчивается но есть еще вторая часть туда там еще главпочтарь там тоже вроде как этот главное уходит налево сюда а вот если сюда направо направо вон туда там такие не видно там в основном частный сектор сейчас покажу даже вот если вот сюда вот частный сектор вот тут вот где-то вот родился и вырос по ветки как мне сказали так ребят вот Примицыно въехал уже скоро будет Дяканово Примицыно это как районный центр типа того и именно тут если не ошибаюсь вот там вот разворот машины после разворота должна должна быть площадь такая там я на этой площади эти административные здания всякие там почта и так далее и там была биржа труда я помню вот сейчас сижу вот сейчас сижу вспоминаю писал бизнес-план как только как только начинал перевозки для государственной помощи 60 тысяч рублей то есть мне надо было написать бизнес-план стать на биржу труда простоять там подать через эту биржу бизнес-план и как бы для начала и открыть через них вот эта площадь вот дом быта и это не это за ней за дом быта сразу площадь Ленин или кто не помнит вот и как бы я собирался получить 60 тысяч рублей помочь от государства вот Ленин там вот за Ленином подъезд вон тот вот туда и там направо на первом этаже был не знаю как сейчас вот эти окна там была биржа труда там этот а вот это насколько я помню военкомат вот тут что-то такое скорая помощь и военкомат вроде там тут вроде даже до сих пор я стою или я тут справку получал я уже не помню стою на учете воинском или меня перенесли автоматически уже в Москву либо еще тут остался ну короче так вот ну короче писал бизнес-план хотел подавать но я уже ездил как бы работал но без ИП и ездил и не не ходил на биржу отмечаться если бы я ходил отмечаться то это а так из-за того что я не ходил отмечаться мне сняли с биржи труда и короче все мои планы по получению госпошлины или госпомощи в 60 тысяч короче не реализовались получается так а так вот говорю такие вот мысли вспоминания были это премьицына это тут вот вся документация там паспортный стол сейчас не знаю может сейчас уже МФЦ как везде потому что смотрю в Курске даже Леруа Мерлен появился красные и белые вот эти появились но мне кажется они на каждом углу раньше не было может такого даже магазина не было красные и белые не знаю ну короче вот так вот получается такие вот дела там ну короче я тут не жил а я просто тут был зарегистрирован сейчас мы подъезжаем там поселок Дяконово или село Дяконово вот там рядом с ним еще есть поселок Адоево Адоево вот я в этом Адоево купили домик такой там дешевый дешевый заброшенный кстати хозяйка сюда приезжала в этот домик она сама в Москве живет приезжала на лето и там что-то там целое лето сидела а когда уже была ну она старая была и не было ну как на дачу ездила а потом уже продала типа за копейки чтобы ну не могла уже ездить и мы у нее выкупили правда выкупили так что у нее не полностью были оформлены документы и мы сами еще оформляли до оформляли эти документы и потом как бы покупали ну короче такая какая-то была с документами то проблема решали вопрос с документами и я тут не жил а сюда просто очень часто ездил по всяким разным документам поэтому короче я сюда ездил очень много-много раз и как бы вот сейчас еду и как как-то вот эти воспоминания одно другое 3 и так далее так вот занесло меня с работой или по работе именно в те места я в курске жила сюда ездил там оформлять документы в курске еще поначалу снимал квартиру тут был зарегистрирован и вот так ездил а потом уже когда купил уже тогда уже было по-другому это уже спустя несколько лет а так первые года еще паспорт когда получал российский когда эти все вид на жительство получал ну короче кучу всяких пока когда получал сюда мотался вообще чуть ли не каждый день так я уже где-то на подъезде так ребята такая вот экскурсия я уже выехал с дьяконова уже еду по объездной курской она была раньше однополосная одна полоса туда другая сюда сейчас уже две полосы в местах 3 еще экскурсию продолжу вот когда я в 2007 году начал заниматься форами 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 вот он а что в здании форами тут перестроили все тут какая-то газовая заправка появилась а вот грузовой шиномонтаж то туда может там проезд есть вот тут был грузовой шиномонтаж а вот туда правее был въезд и вон там вон сейчас вот туда доедем просто наверно новый заезд какой-то даже асфальтная дорога там была грунтовка вот это грузовой шиномонтаж а он вот тут был и заезд был как-то вон туда а тут вот поставили и заезд тут вот этого здания не было вот шиномонтаж короче был у меня товарищ у него было вот грузовики шиномонтажируется два шиномонтажа один вот тут только он стоял вон там не знаю это он сейчас или нет а другой вот там на выезде когда в сторону москвы там на заправке заправка часто тоже закрыта вот этого ничего не было тут было поле реально тут вот новостройки дом дома стоят а вот тут вот только как-то мы сюда вот заезжали вот тут да вот это вот ремонт мойка и ремонт это что-то не знаю вот эти ворота вот сюда может она как-то было сбоку заезд как-то вот был отсюда заезд сейчас можете переделали или также примерно короче вот это здание было раньше соники соники если кто знает соники был был или есть мне кажется уже слышал что уже умер отец старший михалыч вроде как-то его называли и вот парковка тир вот потер если видно он под этим под коньком здание парковка тир и я у них арендовал место вот это моя первая стоянка была вот тут я где-то год-полтора ставил свои фуры а потом переехал туда к мрел туда гаи где в начале видео говорил что там была стоянка и там уже было вторую где три года я занимался где-то половину срока я тут простоял потом там я даже не помню чем мы уехали потому что вроде и конфликтов особо не было но что то так вот короче решила мне переехать во первых там были знакомые более такие тут как бы тоже познакомились со временем но там были более знакомые и этот и что-то туда переехал я уже не помню по причину где-то может восьмом или в девятом году наверно восьмом я переехал туда а тут вот этот шиномонтаж даже плакат какой-то такой был стоял только тут был такой вагончик какой-то там но не вагончик такой домик маленький не все ладно короче такая экскурсия мне просто интересно ради любопытства что это но может эти соники продали это здание может они работают потому что у них тут была парковка у них своих фур было порядка там 15 тоже была транспортная компания и территория большая они еще сдавали свободные места кто вот я свои три машины ставил там еще один человек ставил пару машин у них бокс есть там бокс можно было снять для ремонта там на насколько надо там на день на два на неделю то есть там было что четыре или пять ворот куда можно загнать и фуру и полуприцеп короче там такие длинные боксы с ямой там и теплые можно было там подремонтироваться не знаю они сейчас занимаются не занимаются этим там они не там ходить там стучать я их уже в лицо особо не помню помню старший был миша сын отца звали но называли михалыч вроде если не ошибаюсь а младшего тоже как бы общались но тоже не помню как его зовут ну короче тоже 12 лет прошло и плюс я съехал где-то отсюда где-то лет 13-14 в общем прошло как мы уже особо не общаемся а у этого миша мы с ним были более-менее у него была своя диспетчерская она стояла возле авторынка там на на 50 лет октября или как вот в конце вот я авторынок на в курске знает прямо напротив авторынка у него была там диспетчерская ну короче такие вот дела а сергей вот этот который тоже сейчас его там искать спрашивать потому что я уже его сам в лицо даже не помню я думаю у меня тоже уже не помню то что уже порядка говорю 12 лет даже с плюсом мы не виделись и не общались и так далее мы общались меня были тут фуры и даже с тех пор как я съехал мы тоже когда уже редко довольно а так когда я тут стоял и тут у него один был же на монтаж и там говорю на выезде когда паскнул уезжаешь москву выезжаешь перед кольцом там была заправка она сейчас закрыта у меня даже ролик есть что я там тоже ходил по этой заправке и рассказывал что там шиномонтаж приезжал но делался на монтаж тут я делал на этом что на монтаже когда я тут стоял а там я делал на том что на монтаже когда я там стоял то есть хозяин был один этот сергей мой товарищ который мы вместе там и работали кое-что делали общались там и в спортзал даже ходили этот сейчас уже прошло то есть кого-то искать тогда у меня еще есть максим тут я туда не попадал он сам покрасочник красит машины у него тоже какая-то фура было одно время он там я занимался он посмотрел и хотел и это и вот туда бы заехать есть вообще он там нет его с ним тоже так довольно плотно общались и надо будет заехать посмотреть может его уже там нет может не работает но он красил там в одном месте машины мастер хороший мастер делал там и мне в я еще в аварию попадал он не фуру восстанавливал как бы это такие вот дела так что вот так вот итак ребят уже темно выехал я с курска заправился принципе приготовился к поездке еще надо где-то перекусить целый день вообще особо не нет а не ел так мотался и подведем такие некие итоги сегодня такой трешевый день получился сами видели я в курс получается приехал в 11 утра там в 11 часов где-то я въехал в курск и выехал из курска получается где-то 1800 то есть с учетом то что я ездил перегружаться еще с той стороны курска в сторону воронеж обратно там одна точка в игры выгрузки первое потом поехал еще раз вернулся вторая получается потом третья . и так далее то есть такой такой трешовый день получился в итоге намотал как бы сами можете прикинуть москва курск потом 75 километров от курска потом обратно и так далее сами посчитайте и по доходу по доходу честно говоря хорошо получается очень хорошо договорились с клиентом и поэтому ну не скажу сколько заработал точно скажу только то что так вот прочитал километраж вот я сказал километраж можете прикинуть сами тоже и по некой формуле можете кто там кому интересно высчитать километраж понятен сумма итоговая не не скажу но скажу одно что получается где-то 72 73 рубля километр на газели в одну сторону то есть получается по моему это очень хорошо сейчас таких цен особо нет увидел неких неких перевозчиков в ютубе которые вещают и на пяти тоники с питера в москву 700 с чем-то километров 5 тонн груза 25 тысяч наличка ой наличка без безнал с ндс но как бы 25000 безнал с ндс 5 тонн на пяти тоники ну я когда услышал эту цену я охренел я наверно бы на газели за такую цену не поехал потому что это получается если разделить грубо говоря разделить тут получается грубо то что я посчитал 73 рубля это это наличка а там безнал и еще с ндс разделить даже на 700 километра там чуть больше получается то ли 750 но как то так то ли 720 но даже на 700 это получается 35 рублей километр на на пяти тоники то есть у меня получается 73 рубля на газели то есть но вез ну то на 300 тонна 400 где-то общая масса была это я вез с москвы а то что я забирал там где-то тонна 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 100 тонна или тонна 100 было то есть получается не больше полторы тонны на газели и в итоге 73 рубля километр на пяти тоники 35 рублей с ндс это еще если минусовать 20 процентов ндс то это вообще не понимаю какой смысл гонять машину может быть у кого кредиты клеить или лизинг или еще что-то то есть приходится вот так вот так вот работать наверно по мне если вот так было бы грубо говоря такие вот заказы регулярно и было бы заказов 10 таких месяц но тогда да тогда 1400 можно и зарабатывать на газели минус конечно все расходы бензин и так далее и тому подобное все ребят понравилось не понравилось пишите такой вот длинный ролик получился но в связи с таким такой таким трешем который вышел в итоге и плюс еще какие-то ностальгические вот эти нюансы которые которые хотелось мне тоже рассказать на этом все будем прощаться пока до скорых встреч пишите буду стараться по части почаще снимать главное чтобы была какая-то работа и работали и так далее то есть даже не то что работа в перевозках вообще всякие интересные идеи действия появлялись и тогда будет что снимать а так буду до стараться почаще с вами общаться пока пока